Фьючерсы американской фондовой биржи предвещают сокращение прибыли после мягкого открытия торгов на Уолл-Стрит в пятницу, несмотря на вчерашние колоссальные продажи ритейлера Amazon.com. После закрытия рынка вчера во втором квартале прибыль компании Amazon.com представила отчет, который взорвал предыдущие прогнозы аналитиков. Вопреки предсказанным 14% потери, Amazon сообщила о прибыли в 19% за акцию. В то же время в мире все внимание приковано к экономической ситуации в Китае, где частные показатели производства неожиданно упали до самой низкой оценки за 15 месяцев. Это указывает на необходимость продолжения политики поддержки экономики страны, несмотря на недавние признаки стабилизации. На рынке валют наблюдаются негативные тенденции движения стоимостей. Евро по отношению к доллару США на 0,26% ниже. Стоимость составила 1,0992. Британский фунт по отношению к доллару США на 0,19% ниже. Курс валют 1,5481. Доллар США по отношению к японской иене на 0,05% ниже. Новое значение является 123,83. В центре внимания аналитиков пара австралийского доллара и доллара США. На данный момент наблюдается нисходящее движение стоимости валют ниже линии сопротивления на уровне 0,7340. Ожидаются краткосрочные позиции в 0,7265 и 0,7230 в продолжении дня. При альтернативном раскладе и восходящем векторе движения курса валют можно рассматривать позиции в 0,7380 и 0,7415 в течение дня. Драгоценные металлы дешевеют. Золото достигло своего минимума за 5,5 лет. Стоимость золота находится ниже снижающейся 20-часовой и 50-часовой скользящей средней. Ожидаются краткосрочные позиции в 1,073 и 1,064, ниже линии сопротивления на уровне 1,095. В том случае, если же стоимость металла начнет расти, можно рассчитывать на отметки в 1,106 и 1,119. Стоимость серебра также падает и остается ниже 20-часовой скользящей средней. Образовалась линия сопротивления на уровне 14,82, а предполагаемые значения стоимости составляют 14,4 и 14,26 за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специальная на Trading Central Web TV.